На каждом двигателе, как под весном, так и в стационарном, есть серийный номер. Также этот номер прописан в судовом билете. Мы его сверяем. Далее проходим дальше. Смотрим, как горят огни. Обязательно должен быть топовый огонь, кормовой огонь и бортовые огни. Мы должны обязательно при осмотре проверить рулевое устройство, механические устройства, чтобы руль без каких-либо проблем двигался и влево, и вправо, без всяких затруднений. Мы проверяем комплектацию снабжения. Как мы видим, это жилет на количество людей, огнетушитель, либо кошман, материал ткань метр на метр, якорь с линией до 25 метров, аптечка и конец Александрова. Любой инспектор, который осматривал, выписывает заключение о годности судна в плавании. Определяет ему район плавания и определяет категорию сложности. Теперь суда длиной до 20 метров включительно, пассажиром вместимостью до 12 человек включительно, масса лодки свыше 200 килограмм и мощность лоторов свыше 8 киловатт. То есть это вот понятие маломерного судна. Также, значит, у нас новое введение. Если раньше проводили ТО техосмотр ежегодно, как правило, перед навигацией, то теперь освидетельство судна происходит один раз в пять лет с момента последней регистрации судна. Вот это, конечно, для судовладельцев очень хорошее явление. У нас на учете только в Казанском инспекторном отделении более 15 тысяч маломерных судов. Моторные лодки, катера, гидроциклы, значит, ПВХ лодки, их очень много. Значит, грибные суда и лодки, которые массой 200 килограмм, менее 200 килограмм и менее 8 киловатт, то есть они фактически теперь уже регистрации и учету не подлежат.